Всем привет! И сегодня мы рассмотрим многофункциональное устройство от компании Kingston под названием Mobile Light Wireless G3. Устройство может выполнять сразу три функции. Это заряжать ваш смартфон или планшет, служить в качестве точки доступа, если доступен только проводной интернет, и самое главное, это расширять дисковое пространство ваших мобильных устройств. При цене в 5000 рублей я не нашел достойного аналога данному устройству. Да, можно купить специальную флешку, которая будет работать только с iPhone, но тогда она не будет работать с Android. Или же можно купить предыдущую версию этого устройства, но она стоит 3000 рублей, это плюс, но в новой версии доступен 5-герцовый AC Wi-Fi, плюс увеличенная емкость батареи, да и выглядит оно привлекательнее, что склонило меня в пользу новой версии. Ну что же, приступим к обзору, поехали! Итак, рассмотрим наше устройство более подробно. Внешне оно выглядит довольно симпатично, а в руках ощущается еще лучше, лучше, чем на картинке. Рассмотрим разъемы. Мы имеем USB разъем на 2 А, слот для карты памяти типа SD, Ethernet-порт для использования устройства в качестве мобильной точки доступа, если доступен только проводной интернет. Также имеем кнопку включения, отверстие с кнопкой для сброса устройства к заводским настройкам, а также разъем microUSB для зарядки самого устройства. Наверху мы видим три световых индикатора. В дороге будет удобно использовать устройство в качестве пауэрбанка. Для этого в устройстве установлена батарея на 5400 мАч. Производитель заявляет, что этого хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до двух раз. Так ли это на самом деле, мы попробуем узнать с помощью теста. Для тестирования я взял собственный смартфон LG G3, емкость батареи которого составляет 3000 мАч. Разряженным в ноль в выключенном состоянии подключил смартфон к устройству. Заряда Mobile Lite Wireless G3 хватило, чтобы полтора раза зарядить смартфон. Отсюда цифры. При входной емкости в 5400 мАч устройство может отдать 4500 мАч. Таким образом, если вы обладатель iPhone, то вы сможете зарядить его примерно 2-3 раза. При этом, так как порт зарядки USB выдает 2 А, то зарядка проходит довольно быстро. Так, чтобы зарядить аккумулятор в 3000 мАч до 100%, понадобится приблизительно 2,5 часа. Также мощности порта в 2 А хватает на зарядку планшета. Световой индикатор показывает уровень заряда батареи. Зеленый свет батареи заряжена от 51 до 100%, оранжевая от 25 до 50% и красный менее 25%. Одним из основных причин покупки данного устройства является возможность расширять дисковое пространство смартфона или планшета. Для этого на устройстве имеется порт USB, а также слот для карт памяти SD. Подключим USB флешку и карту памяти SD в слот SD. Так, далее включаем устройство. Для этого нужно нажать кнопку Power и задержать ее на 3 секунды. Теперь нужно дождаться, пока загрузится Wi-Fi. Итак, мы видим, что индикатор Wi-Fi замигал. Это означает, что Wi-Fi заработал. Теперь включаем ваш смартфон. Заходим в App Store или Google Play и ищем приложение под названием Mobile Lite. Вот оно, Mobile Lite, Varelos G3. Синенькое приложение для старого устройства, красненькое для нового. Жмем кнопку «Скачать» и скачиваем приложение. Так, мы приложение скачали. Теперь нам нужно подключиться с помощью Wi-Fi к устройству. Заходим в настройки. Выбираем Wi-Fi и выбираем одну из двух сетей 2.4 или 5 ГГц. Ну, вот у нас они, две сети. Так, подключились. Теперь заходим в приложение. Так, устройство не подключено, пишется в приложении. Попробуем обновить. Да, теперь мы подключились. И теперь мы видим в приложении диспетчера файлов наши накопители. Рассмотрим главную страницу. На главной странице мы можем увидеть уровень заряда аккумулятора, кнопочку «Обновить страницу». Режимы состояния устройства. Диспетчер файлов. В диспетчере файлов, соответственно, видим накопители USB, SD, автономный накопитель вашего смартфона, альбом «Фотопленка». Также есть резервное копирование, в котором мы можем сделать резервную копию фотопленки, контактов и календаря. Ниже располагаются кнопки «Начало», выход на начальную страницу, «Музыка», «Показать все музыкальные файлы на накопителе». «Видео». «Показать все видеофайлы на накопителе». А также кнопка «Резервное копирование», которая позволяет быстро сделать резервную копию для альбома «Фотопленка» вашего смартфона. А также кнопка «Настройки». Устройство из коробки поддерживает следующие форматы. JPEG TIF для фото, MP3 Wow для музыки, MP4 M4V для видео. Откроем сначала изображение. Заходим в USB, ищем изображение, открываем. Свайпами влево-вправо листаем изображение. Также для изображения у нас доступно переименование, передать в, копировать на, переместить в. Также удаление. Также можно просмотреть свойства файла. Теперь давайте откроем музыкальный файл. Вот MP3, например. Здесь мы можем нажимать «Play, Pause», переключать треки, делать перемотку по треку, зацикливание воспроизведения, воспроизведение в случайном порядке, передать в, и отметить, как понравившееся. Так, видеофайлы. В видеофайлах также «Play, Pause», регулировка звука, перемотка, передать в, поддержка AirPlay и субтитров. Некоторые форматы из коробки не поддерживаются, но если вы скачали приложение, которое его будет поддерживать, его можно открыть с помощью приложения. Так, например, файл МКВ изначально из коробки не поддерживается, но если у вас есть приложение, нажимаем на свойства, выбираем «Открыть с помощью» и выбираем данное приложение. Или же, из коробки здесь есть такая функция, как «Открыть с помощью VLC». Ну, предварительно нужно скачать приложение VLC, конечно же. Жмем «Открыть с помощью VLC» и видим, что МКВ файл прекрасно воспроизводится. Заходим в «Настройки». «Настройка MLW». «Настройка беспроводной сети». Здесь можно задать имя беспроводной сети 2,4 ГГц и имя беспроводной сети 5 ГГц. А также включить защиту. Также в интерфейсе беспроводной сети можно сделать крутую функцию, которая позволит нам использовать интернет нашего Wi-Fi и в то же время подключаться по Wi-Fi к нашему устройству. Для этого необходимо подключиться к вашей сети. Если есть пароль, вводим пароль. Жмем «Ок». «Настройки сохранены». И теперь нам нужно переподключиться к устройству. Заходим в Wi-Fi и выбираем нашу сеть. Теперь выходим из приложения и попробуем включить его заново. Так. Жмем «Обновить». Нет подключения, значит Wi-Fi у нас снова отвалился. Подключаемся к Wi-Fi сети. Заходим опять в приложение. Жмем «Обновить». Все. Теперь все подключилось и мы видим состояние, что режим моста активен. Это означает, что функция включена. Также теперь нам нужно в настройках поставить следующую функцию. «Сетевой диск». Что эта функция будет делать? Значит, когда другие устройства подключены к Wi-Fi сети вашей домашней, то они также смогут через эту сеть использовать ваше устройство и пользоваться его хранилищем. Включаем эту опцию. Он предлагает задать для нее пароль и вводим произвольный пароль, например, 12345. Так. Окей. Настройки сохранены. Все. Теперь же, значит, что мы можем еще делать в настройках. В настройках мы можем настроить приложение, информация о кэше. Если на вашем устройстве недостаточно места, то приложение содержит определенный кэш для быстродействия работы самого приложения. Этот кэш можно почистить. Жмем кнопку «Почистить» и «Ок». Здесь. Также у нас доступна настройка резервного копирования. Здесь что можно задать? Если вы уже раз делали резервное копирование и задавали какой-то путь на вашем USB-накопителе или в SD-карте, то здесь можно, значит, изменять этот путь. Так. Вернее, даже не изменять, а смотреть, куда оно сохраняется и последнюю резервную копию смотреть. также для всех трех пунктов. Так. И информация о приложении. Версия встроенного ПО, версия приложения, модель устройства нашего, информация о хранилище. Сейчас вставлены USB и SD-карта, и здесь показаны количество места заполненного и номинальная емкость. Также устройство автоматически обновляется. Если появилось новое обновление, то всплывает окно поверх текущей страницы, предлагающее установить обновление. Для обновления необходимо вставить USB или SD-карту в устройство. После обновления необходимо сделать переподключение. Если доступен только проводной интернет, то устройство может работать в качестве точки доступа и раздавать интернет по Wi-Fi. Подключаем кабель в порт Ethernet. И проверяем, чтобы режим туннеля загорелся на индикаторе. После чего можно подключиться к устройству с помощью смартфона. Проверяем работу интернета. Все работает. Итак, рассмотрим подключение к нашему устройству с помощью компьютера. Подключиться можно как с MacOS, так и с Windows. У меня под рукой имеется только Windows, поэтому будем рассматривать только вариант с Windows. Существует два способа подключения. Первый это через браузер, и второй это в качестве подключения сетевого диска. Рассмотрим первый способ. Для начала нам необходимо подключиться к Wi-Fi сети устройства. Жмем подключиться. Так, подключение осуществлено. В браузере вбиваем следующий адрес. Так, две вот таких косых. 192, 168, 202, 254. Еще одна косая. USB. Почему-то у меня работает только с USB и циферкой 4, хотя в инструкции указано, что должно работать с USB и циферкой 1. Бокс. Так, все. Вот мы подключились. Теперь мы можем здесь же просмотреть файлы, видео. Также отсюда можно скачать. Скорость у нас довольно высокая. Максимумно работает у моего N-Wi-Fi компьютера. Так, закроем это все. Давайте теперь рассмотрим второй способ. На моем компьютере правой кнопкой жмем подключить сетевой диск. Здесь вписываем опять же аналогичный адрес. Две косые. 192, 168, 202, 254. Косая USB 4. Жмем готово. И попадаем на наш накопитель USB устройства. Опять же, здесь мы можем все это просмотреть. все файлы видео посмотреть. И скачать. Скачать опять же Ctrl-C, Ctrl-V наиболее удобно. Так, ну вот здесь показана скорость. Скорость довольно высокая. Ну что же, устройство получилось довольно стильным и функциональным. Если вы часто путешествуете или находитесь в пути, то устройство поможет просмотреть вам фильм в дороге, освободить место на вашем смартфоне или планшете, да и просто зарядить ваши гаджеты. Да, цена в 5000 рублей немного великовато. 3000 рублей сделали бы устройство настоящим хитом продаж. И да, у устройства есть небольшой недостаток. Это его название. Mobile Lite Wireless G3. Согласитесь, это немного великовато. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok